добрый день дорогие друзья добрый день и сегодня у нас очередной выпуск другарни инфодайвинга и мы будем говорить и отвечать на ваши вопросы и вот ко мне интересно попал вчера в руки вопросы мы как-то так а он совпал с тем о чем мы предполагали поговорить вот на в этом выпуске поэтому начнем с него здравствуйте девчонки люблю вашу другарню очень интересная тема была раскрыта в одном из выпусков про реинкарнационные циклы и перетекание сознания и у меня такой вопрос их публикациях вы нигде полностью не раскрываете тему о мироустройстве нашей цивилизации но наш мир называете игровой платформой однако вы говорите что прочитав все ваши книги можно найти ответ на этот вопрос так что же определяет собой этот представляет собой этот мир так все-таки земля круглая или плоская дело в том что сама постановка вопроса до предполагает что на него есть ответ вне вас понимаете это значит что вы уже согласились на то что некая часть выделенная вами является для вас объективной вот это уже есть игра и эта игра для вас приносить те ответы в которые вы будете играть если вам хочется играть в ответ земля плоская то она у вас будет плоской а если земля круглая она у вас будет круглой и вот смотрите люди жили когда-то в древности они считали ее плоской они считали что она так держится на трех слонах которые стоят там на ките да у них были такие такая система мировоззрения если бы кто-то им говорил о том что это не так они бы спорили говорили да ты придурок ты вообще ничего не знаешь но ты вот почитаю умные книги там это написано и они были в этом убеждены и они считали это правдой а теперь смотрите что происходит сейчас в нашем социуме то что земля круглая есть снимки из космоса есть те кто летает в космос и так далее но есть у нас народы которые вообще никогда не задумывались о космосе и не знают про космические полеты есть вообще остров с папуасами которые куда не ступало уже много тысячелетий нога из других цивилизаций есть 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 этот мир разнообразен и понимаете в каждой точке будет свое восприятие и в каждой точке будет свой ответ и тогда для человека который живет на острове и не знает про космические корабли земля будет вот этим островом ограничена у него нет представления круглой земли он может считать ее плоской и для него объективная реальность та реальность которую вы считаете объективной и который вы знаете больше для вас она будет такой а для него она будет такой и он как персонаж в вашей реальности сегодня не существует но если вы там где-то окажетесь неподалеку он будет существовать в вашей реальности и вам надо будет как-то ваши миры и ваши представления соединить я думаю они соединятся где-то посередине посередине это где-то в области его желудка когда он вас просто съезд как обычный папуаз то есть потому что на большее его программа ума или его разум не способны да то есть есть уровень развития ниже животного и его объективный мир вот просто попробуйте это осознать его объективность объективный мир тот мир который он уверен что находится вне его сознание не предполагает землю круглой потому что у него такой уровень развития у него такой уровень знаний у тех кто живет и развивается и у них есть уровень знаний когда уже есть место космосу есть место исследованием есть место осознанием более высокий уровень интеллекта более высокий уровень развития сознание для них будет земля круглая и опять-таки если вы посмотрите доказательную базу тех кто доказывает что земля плоская очень и очень и очень хочется поговорить о программе ума и об образованности человека да поэтому вот эти вот все споры цивилизация игра она развивается и она развивается в какую-то сторону она могла развиваться в доказательную сторону именно плоскость что земля плоская и нашлось бы много ученых много доказательств еще 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 и эта земля была бы в объективном плоской но она сегодня круглая в объективном и в коллективном и на это опирается наука и она подтверждает то что она права и авиации и космосом и вот все что связано с технической базы это все подтверждается поэтому вы можете ориентироваться на достижение других умов в каких-то вопросах возможно эти умы менее цивилизованный чем эти папуасы возможно в тех же вопросах общения с природой возможно в тех же вопросах развития своих психических способностей возможно в вопросах там они не такие исключительные охотники они не такие зоркие внимательные они не такие ловкие они не такие они не обладают какими-то такими навыками знаниями тонкими внутренними какими-то возможно шаманизмами какими-то какими обладают эти папуасы то есть нельзя их папуасов тоже обесценивать но точно так же и И нельзя ученых сказать, что это умный, это дебил. Нет. Понимаете, в этой цивилизации есть место всем. Если в ней проявлена игра в папуаса, значит она кому-то нужна. И она кому-то нужна для развития. И кто-то в этой игре видит свое отражение зеркальное. А есть те, кто видит свое зеркало в ученых. А есть те, а есть те, а есть те. То есть все мы разные, и у нас у всех своя, своя объективная реальность. И по сути дела эта объективная реальность, она состоит из коллективных программ. И вот коллективная программа, то есть объективная, коллективная. А что такое коллективная? Коллективная это состоящая из выделенных частей индивидуумов. То есть это противоположность индивидуальному по парадоксу. То есть коллективная это большое количество выделенных частей от индивидуумов. Там, где они соприкасаются, играют в какую-то общую игру. Но вот посмотрите, с каким числом индивидуумов вы соприкасаетесь в моменте здесь и сейчас. Это число всегда очень и очень ограничено. И даже если вы находитесь в толпе, то вы соприкасаетесь и можете общаться с одним, двумя, тремя, ну пятью. То есть количество все равно ограничено. Больше вы не можете общаться. А остальная часть плавно, коллективно перетекает уже в декоративную. Она вроде как есть, но она для вас является уже декорацией. Хотя вроде там человек. То есть это все игры сознания по тому, как оно создает картинку, иллюзию игры в симуляции. В принципе аналогично. Мне очень нравится игрушка VR. Все по образу и подобию. Вот настолько, когда в VR начинаешь играть, то понимаешь, что точно так же мы играем в эту жизнь. То есть точно так же у нас есть сенсоры, точно так же у нас есть восприятие, точно так же реакции. И даже момент, заметьте, я вчера отследила, это когда Дима игрался, да, момент чувственного включения. То есть получается в самой игре чувства, как бы они есть, а здесь остаются движения. И получается как в игрушке чувства движения, точно так же, как люди в жизни живут. Они двигаются, и в этот момент у них чувствительность снижается, отключается, как в разных пластах симуляции находятся. И вот вчера в процессе игры, когда мы наблюдали, тоже интересный момент, мы ровно так же живем. Вот в жизни человек проявляется точно так же. Понаблюдайте за игрой VR со стороны, когда вы не в реальности там. И вот отвечая еще на этот вопрос и продолжая диалог, хочется вернуться к функции программы ума, да. То есть насколько человек разумен и насколько необходима программа ума. Потому что опять-таки она ведь идет по парадоксу. Казалось бы, человек, вот у которого земля плоская, да, или там у которого не хватает образованности, давайте введем слово образованность отдельно, а ум отдельно. Не хватает образованности, чтобы сказать, что да, я действительно в коллективном там играю там в землю круглую, или я в коллективном играю в землю плоскую. Мы сейчас говорим об образовании, но есть еще программа ума. Вот когда мы соприкасаемся с программой ума, ведь иногда человек умный не всегда образованный, а иногда человек образованный не всегда умный, да. Вот здесь хочется открыть книжку «Инфодайм к счастью». У нас здесь есть такая страница. Я сейчас попробую найти этот отрывок. Вот он. «То и играем» называется глава. Что мы знаем о программе «Ума», которая в жизни даёт не только бонусы интеллекта, но и хитрость, лживость в проявлении как минимум. Она разводит на игры, она создаёт иллюзию объективной игры. И в то же время она позволяет проводить анализ и работать с информацией в глубинах психики. То есть смотрите, в глубинах психики у нас есть работа логических систем. У нас есть там работа программы «Ума». Но при этом там она исходит из работы разумности человека. Там идёт обработка информации, аналитическая обработка информации. И «Ум» там тоже есть. То есть эта программа, она нужна, и она даёт хорошие бонусы для работы. Без неё никак не получится обрабатывать информацию. А в объективной реальности что она даёт? Хитрость, лживость, вовлечение в игры. И вообще, если рассмотреть, что такое программа «Ума»? Вот как ты видишь программу «Ума» в жизни? Ну вообще, программа «Ума» благодаря, на самом деле, как бы не было парадоксально, что мы сейчас говорим, но благодаря программе «Ума» вообще сама жизнь существует. Вот, но «Ум» — это такая штука интересная, которая, она и раз... Как это объяснить правильно? Ну, я могу так сказать, что для меня вот я могу «Ум» разложить как в положительном ракурсе, так и в отрицательном. То есть я могу, например, вот как мы с Наташей это видим, «Ум» можно сказать — это безумие на самом деле. Просто ограничение даже. Можно вот и действительно доказать примерами, что «Ум» даёт ограничение на самом деле. И «Ум» даёт проявление безумного поведения человека. Да, да. То есть... Парадоксально? Очень парадоксально. Настолько парадоксально, что вот действительно вот даже слово само «РАЗУМ» да, оно раскладывается. Раз — и ум. То есть, как, знаете, как... Вот просто это у меня сейчас... Вот. Сделал шаг. Раз — и пошёл ум гулять. Ну вот по типу того. И пошла игра. Вот разум был, да, просто разум, вернее, был. Ну, есть, представим, да, вот есть разум, но игры нету, потому что разум — это такой баланс, это такая, где есть всё абсолютно. Оно вот, оно просто есть. Но при этом нету движения. И вот это вот движение, вот выделение частички, одной частички из разума — это ум. Раз — и ум, и пошла игра. Вот как из точки сделать движение. Вот это и есть вот для меня программа «Ума». Вот представьте, иллюзию вы находитесь в раю, где много света, где такая прострация, где кайф. И вот в этом вот состоянии, состоянии безграничности, для того, чтобы наблюдать что-то, выделенное что-то, чтобы выделить наблюдение, надо выделить какую-то часть себя для того, чтобы развернуть угол восприятия. Вот так разум выделяет вот программу «Ума». Это конкретно программа, которая со стороны, как сканер, берёт и может уже наблюдать нечто. Более того, так как эта программа, и она состоит из подпрограмм, у неё, соответственно, сразу заложено, что на это всё надо делить на более мелкие части. И она вот эту выделенную часть начинает дробить на более мелкие части. Как ребёнок, который начинает играться и начинает ломать игрушки, чтобы посмотреть, как она устроена. И вот это выделенная программа «Ума». И у неё такая опция есть – углубление, разделение на части для того, чтобы познать. И через эту программу разум получает знания, не вот эти вот целостные эйфорийные, а выделенная часть, она становится для него более раскрытой, более системной, подсвеченной. Как под лупой. Как под лупой. И информация поступает в разум, и разум таким образом развивается. То есть программа «Ума» обеспечивает развитие разума человека. И в то же самое время, смотрите, программа «Ума» уводит человека от разума. Понаблюдала здесь, 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 дальше, дальше, дальше. А человек в это время засыпает. Засыпает его сознание, и ум увлекает в игры. И у человека отключается вообще осознанность. Он просто тупо играет в чужие игры, не создавая своих, не анализируя ничего. Ну, живет и живет. Вот можете провести эксперимент. Этот эксперимент, кстати, проводился в 90-е годы и снимался на видео. Можно даже найти его на ютубе, посмотреть. Вот вы идете просто по улице. Подойдите к человеку 50-60 лет, 40 лет, в любом возрасте. Подходите и спрашивайте. Ну, вот у вас есть семья? Есть. А зачем вам семья? Человека вообще... Можете даже расспросить, а кто есть жена, дочь, сестра, там, какой ребенок, сын, там. Расспросите про его семью. И потом вопрос. И потом вопрос, а зачем вам семья? Зачем? И человек зависает, он не знает ответа. Точно так же можно задать вопрос, а зачем вам вот эта работа? А зачем вам вот эта жизнь? А зачем? И человек может будет отвечать, он может отвечать такими, он зависнет, но начнет отвечать после зависания такими фразами, как по типу, ну как зачем, ну это так надо, ну это ж так положено. Это из рода в род переходит, из поколения в поколение. Вот так будет общими фразами, коллективными. А в моей жизни был опыт, это реальный опыт, я присутствовала на предзащите, и там выступал один оратор, у которого должна была скоро быть кандидатская диссертация. И вот он выступил, и там я вообще сидела в заднем углу и вообще не имела права рот раскрывать. То есть я не входила там ни в какие ученые советы, никуда, я просто присутствовала, потому что мне разрешили там поприсутствовать. И там ученые мужи задавали ему вопросы по предмету, я соответственно в этом предмете не разбиралась. И я не удержалась и задала один вопрос. А зачем вы писали эту диссертацию? Когда я задавала вопрос, зачем, я предполагала, что у него будет ответ, что он там хотел улучшить там состояние, улучшить положение, внести там какое-то изобретение, что он думал не о себе, а о том, для кого он это делает, да, зачем, что это будет как-то применено. То есть это не пустышка. И вы знаете, и вдруг он не смог солгать, потому что вот вопрос был задан, и вот это состояние, из которого задавался вопрос, оно было чистым, открытым, и человек в такие моменты, он зависает и не может лгать. Тоже есть такой момент интересный, абсолютной открытости. И вот он тогда завис и говорит, а мне за ученую степень будут к зарплате давать 100 долларов. И, ну там, это я эквивалент, доплата будет. А я говорю, ну вы такой здоровый мужчина, ну пойдите, откройте бизнес, и эти 100 долларов в месяц, они вообще ничего не значат. А вы ради этого писали там несколько лет эту кандидатскую. Это ради 100 долларов делалось? И вы знаете, у меня тогда вот реально было такое зависание. А он ведь ответил искренне. Он ответил искренне на вопрос, он не солгал. Потому что он искренне писал диссертацию ради того, чтобы иметь прибавку. И ответ, вопрос зачем, у него не было другого ответа. Он не для людей это делал. Он это делал конкретно за деньги, честно отвечено. И применению своей работы он не видел. Соответственно, коллективное тоже не будет видеть, если сам автор не видит. То есть это просто будет, ляжет на полку, этот труд никому не нужен будет. И вот так работает коллективная, так работает программа ума. То есть это программа ума, когда она заигралась и нет разума. Далеко ушла от разума. И уже не знает, как вернуться обратно. И сигналы становятся все тоньше, тоньше, тоньше. Потерялся человек, потерялся в игре. И он перестал задавать себе самые примитивные вопросы касательно своей жизни. Зачем? И тогда функция программы ума меняется с наблюдения. Функция переключается в ложь. И конкретно программа ума тогда становится лживой и изворотливой. Это дает возможность человеку еще дальше куда-то уйти, извернуться и потеряться. И при этом он думает тоже про док, что он изворачивается. То есть он это чувствует. А на самом деле он все дальше и дальше от себя уходит. И самое интересное, что путь возврата из вот этой лжи, когда человек заврался сам себе, есть только один. Через благодарность. Через благодарность себе и тому проделанному пути, который человек уже проделал. Но осознать эту благодарность и осознать вот этот момент возвращения от ума к разуму, это сложно, реально сложно. И, кстати, то, о чем мы говорим, это очень глубоко и наглядно видно при работе с аутизмом. Вот здесь, кстати, опять-таки в этой главе. «Сколько я встречала мам, страдающих аутизмом вместе с их детьми, которые лгали, лицемерили, варились собственной агрессией. И каждый раз, когда я видела очередное проявление, возникало желание остановиться. Стоп, а тебе это надо? Вот мама не спешит тебе сообщить о том, что у ребенка пошло изменение в лучшую сторону, но рада повесить на тебя вину за врожденное заболевание, которое врачи нашли позже. Но не это повергало в шок. Неблагодарность как итог развития через ложь и кривую душу». На самом деле, на ранних этапах мы очень много учили мам, просто тупо учили видеть изменения в своих детях и быть благодарным и детям, и нам, и окружающим миру, и мужьям, и вообще всем за то, что они имеют в моменте здесь и сейчас. И вот когда включалась благодарность, тогда программа «Ума» отключала ложь плавно, не сразу, постепенно, и начиналось движение обратное. И все, и шел выход. То есть не научив человека идти и не научив человека быть искренним, открытым, благодарным, искренность и открытость начинаются с благодарности. По-другому не получается. Просто это единственный путь баланса. Баланс начинается с точки. В точке есть благодарность. Вы не можете прийти из каких-то эйфорийных состояний, из эмоциональных состояний и так далее. Благодарность, она безэмоциональная, она чистая. Во время благодарности подключается чистое сознание. Во время благодарности часто люди плачут от искренности, от чистоты. Вот это об этом. Именно это состояние и дает возможность уму вернуться. И самое интересное, вот элементы, когда мы работаем, да, ведь почему мы это видели? Потому что сами где-то были неблагодарны сами себе. Поэтому мы видели это отражение в людях. И потом все менялось, и это был целый путь. В книге «Инфодайинг счастья» на самом деле очень много было пройдено, глубин. Мы здесь расписывали миг. Вот сам миг, момент здесь и сейчас. Как в нем работать, что делать и так далее. Здесь же надо было работать с программой ума. Здесь надо было работать с эго, с интеллектом и так далее. И здесь уже первые шаги в коллективные мы делали из этой книги. Причем достаточно на простом языке, простыми словами. Много озарения сознания тогда бывало. И обо всем этом писали. Поэтому мы предполагаем, что просто надо на мир смотреть разумно, из разума, из целостности. И видеть то отражение, которое вы хотите увидеть. Сразу создавать. Вы хотите видеть счастье? Ну так и создавайте это счастье. Оно в вас. Вы его протранслируете, и вы получите его в ответ. Вы хотите видеть здоровье? Ну так и создавайте это здоровье. Не ждите, что кто-то его создаст за вас. Вы его создаете и в себе, и в вашем окружении. Точно так же, как, вы знаете, можно продолжать эту тему, перенося на бизнес. Вы хотите, чтобы у вас были условия для собственного бизнеса? Ну так создайте себе эти условия, для того, чтобы вы могли им успешно заниматься. Вы хотите видеть крепкую страну, здоровую, сильную нацию? Ну так и начните с себя. Создайте. Создайте свое окружение. Создайте свой мир такой сильный, довольный, счастливый. Начните с этого. И когда вы начинаете с себя, тогда вдруг вы начинаете видеть отражение это в людях. Когда мы разум... Смотрите, когда у нас за спиной ни страхи, ни ограничения, и мы бежим, сломя голову от этих страхов подальше, и все дальше и дальше уходим. Уходим во лжи, запутываемся. А когда у нас, можно образом сказать, за плечами разум, то есть мы постоянно идем с разумом, ум идет и разум, то здесь совершенно по-другому ты будешь смотреть, и ты не будешь запутываться, потому что ты будешь всегда здесь и сейчас, ты дома, ты в моменте здесь и сейчас, но при этом ты движешься благодаря уму. Ты не уходишь, ты не бежишь как безумный. Как это говорят, без разума, как это там... Ум за разум зашел. Да, 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 все. То есть, смотрите, а ведь на самом деле мы так и живем, что у нас за плечами всегда страх. Наша теневая та часть, от которой мы, сломя голову, бежим, мы боимся туда глянуть, и мы туда еще больше наваливаем и коллективного, и своего на коллективном уже созданного, и бежим вперед без оглядки, и запутываемся, уходим дальше и дальше от себя. А просто, просто посмотреть, посмотреть себе в глаза и в моменте, действительно, как ты говоришь, хотите заниматься бизнесом разумно, создайте его, просто начните, но из разума, не из страхов, не из сразу ограничений, а именно из разума действовать, двигаться, идти. Вот это и есть развитие. Вот смотрите, вот в этой книге, я считаю, в книге «Инфодайм к счастью», самое ценное начинается со страницы 242. Я не обесцениваю все до этого. Просто все, что было до этого, это плавно подводит к осознаванию вот этой главы. Осознайте, что вы находитесь в симуляции, которая обязана исполнять все то, что вы заказываете, как официант в ресторане. Скатерть, самобранка. И теперь посмотрите на вашу ситуацию с этой стороны. Так что же вы заказываете? И зачем вам это? Вот это ключ. Так что же вы заказываете? Давайте на этом остановимся подробно. Давайте возьмем мамку, у которой больной ребенок. И вот мамка с больным ребенком постоянно концентрирует внимание. Ой, он ноет, ой, он не может есть. Есть папки, пишут, вот совсем недавно читала в чате нашем. Мы не можем какать, мы не можем там совершать такие-то действия. Мы не можем. И мне очень понравилось, как одна мама написала, замените мы на я. И тогда вы поймете, что отражает вам ребенок. На самом деле у нас мамки очень подкованные уже, те, кто работают. Они, конечно, в чате вообще, чат обалденный. Кстати, WhatsApp ограничивает количество участников. И я уже столкнулась с тем, что у нас там есть люди, которые не работают. Я уже двоих человек удалила, потому что надо было освободить места новым тем, кто приходит. Потому что лимит по группе. Вот мы уже с этим столкнулись. То есть просто так в этот чат уже тяжело попасть. Ну, будем что-то думать дальше. Возможно, на собрешении мы создадим свой аналог WhatsApp. Но пока, я думаю, что это пока, если только очень сильно стырить. Ну, вы понимаете, просто объем работы для того, чтобы это сделать. Ну, и здесь мы столкнулись с лимитом. А этот лимит нам не нужен. Как-то этот вопрос надо будет решать. Вот. И с ограничением замечу. Чей-то умный ум ограничил количество участников в группе. Вот он, да. Чей-то очень умный. Чей-то очень умный ум. Вот. И надо думать, каким образом теперь выйти из этого положения, чтобы не было ограничения по количеству участников в группе. Так что же вы заказываете? Давайте, вернемся к этому. Давайте подумаем, когда вот больной ребенок ноет, и мама внимание все время держит, и папа, что он там больной, что ему это, что ему это, что ему это. Где ваше внимание? Там и создание. Что вы создаете, то вы и имеете. На что ложится ваше внимание, то и раскрывается, то под лупой. И вот это буквально можно сказать, на что положили внимание, туда легла лупа, и под ней идет игра. Вот она. Все, жизнь пошла. Там. Конкретно вы создаете именно то, на что вы обращаете внимание. И вот мало того, что человек усиливает своим вниманием создание. Ведь можно видеть ребенка, когда он кричит, да, и видеть в том, что он хочет сказать сейчас, что он проявляет для мамы. Где-то подавленный свой внутренний крик, где-то подавленную агрессию, где-то злость. Разобраться в этом и убрать из себя, и посмотреть, как отреагировал ребенок. И смотрите, при таком подходе у вас сразу внимание ушло на то, что я это убираю у себя. А раз я совершаю манипуляцию и убираю, значит, ребенок обязан измениться, ребенок изменяется. Оба-на, я вижу, как он поправляется, я вижу изменения, как он выходит из ауто. Потому что я меняюсь. Потому что я меняюсь, да. Внимание, мы переключили с крика на себя, на работу, и мы дали возможность ребенку отразить другую картину внутреннего мира мамы. И в это время сознание мамы говорит, о, так я же изменилась, значит, я создаю здорового ребенка. И она начинает двигаться, ребенок начинает отражать выход из ауто. И вот так шаг за шагом ведется работа. На самом деле здесь нет ничего мистического, сумасбродного, еще какого-то. Когда начинаешь вот так раскладывать по кусочкам, это становится понятно. Но дело в том, что каждому новому родителю, который приходит с позиции поликлиники, вылечите меня, вот так рассказывать, это, ну, наверное, мы всю жизнь сидели, одно и то же, как эти заводные болванчики повторяли. А люди не читают даже то, что написано, что им предлагается прочитать до того, как они подадут заявку. И для многих, например, самостоятельная работа является просто выносом мозга. Вот поэтому мы сейчас даже в заявке стараемся ограничивать, чтобы сперва человек начал работать, и потом он пошел уже к нам на консультацию. Потому что в противном случае, ну, и мы перегружены, и у нас идут, ну, такие диалоги. Я могу вот даже сегодняшний, у меня сегодня два офигенных разговора, вот прямо перед этой записью были. То есть уже человек заранее, он идет с выносом ответственности, потому что он не читает, как прежде чем обращаться к нам, чтобы надо изучить, как мы работаем, что для этого ему надо будет. Он не изучает. Как он будет идти? Да, он ждет, вылечит таблетку. Он мгновенно, да, вот именно таблетку ждет. Все, он сразу с выносом ответственности там лечит. Мы не лечим. Мы не лечим. Это про автоматизм и про ограниченность ума. Ум ограничил человека, что ему дадут таблетку, и все, ему думать не надо. Робот-автомат. А у нас подход другой. Мы говорим, нет, дорогой, мы говорим о разумности, о включении вот этого ресурса. Ты будешь шевелиться, а программа ума тебе подсветит. Как работать? Сюда смотрим, сюда смотрим, сюда смотрим, здесь меняем, здесь фиксируем, здесь снова меняем. И пошло-пошло движение. И тогда человек начинает топать на своих ногах. А то сегодня первое сообщение, два, одно за другим интересных. У сына имеются признаки аутизма. Как я считаю, все наши походы по неврологам ничем не увенчались. Все говорят, что он еще маленький. И пошло-пошло. Человек пишет. Потом человек присылает звуковой файл. Потом снова человек пишет. Хотя при этом уже есть человек и в группе. И ему даны все ссылки для самостоятельного изучения. Ну вот, я уделила человеку внимание и в конце написала. Если хотите работать, практики в открытом доступе. Консультацию на Сабришин. И все равно работать. А если хотите поговорить об этом, к психологу. То есть, у нас просто нет времени работать, как работают профессиональные психологи. Чтобы вот выслушать вас, дать вам выговориться, сказать, какая вы молодец, сидите в своих какахах дальше и ничего не меняйте. И держите внимание на какахе. Это вам пригодится. И таким образом, если вы решаете работать, значит, вы понимаете, что здесь будет работа. И здесь тогда будет следующий шаг. Если вы ленивы, это следующий шаг, который рождает ложь. А именно лень рождается благодаря программе ума. И отсутствию разумности. Когда вот человек мне пишет, вот мы там попали в другие условия, и ребенок стал невменяемо себя вести, он ожидает, что мы скажем, да-да-да, мы сейчас быстренько выключим вашу поломанную игрушку. И раз, и включим вам здоровую игрушку. И вы снова будете ни хрена не делать. А вместо этого сегодня человек получает, да не надо понимать, надо перестать себе лгать. Она отражает ваш, ваш внутренний крик подавленный, ваше внутреннее напряжение и недовольство. Более того, очевидно, что за два года вы не сделали ей навстречу ни одного шага своему ребенку. Просто сядьте честно и напишите себе письмо от вашего ребенка, как вы изменились без лжи, по факту, чтобы дать ей свободу. А это значит, как вы сами стали свободнее, искреннее и открытое, даже в отношении дома, с людьми. И человек честно написал, что он не делал зеркало, не делал никаких анкет, ничего. Он просто сидит и ждет. И это лень. И это ложь. И это значит, что маму устраивает такое положение вещей. И это значит, что в данном случае работа ни с ребенком, ни с мамой не имеет смысла. То есть, это крест. Мама врет столько и ничего не делает, и ждет, чтобы просто за нее починили игрушку. Мама скрывает, мама лжет, мама не открыта. Скрывает, и сама еще... Она же была пропала, да? Да, да, да. Ну вот, все. Да, не могу я зеркало делать. Ну, не можешь, значит, сиди в том, что есть. Для нас, когда мы читаем такие сообщения, и, кстати, мы в книгах многие вещи цитируем, именно из нашей практической работы, когда мама пишет, что я сижу в дерьме, в дерьме, помойте меня, потому что я сама мыться не буду. Ну, не будешь и не мойся. Тебя это устраивает. Если тебя не устраивает, значит, мы тебе говорим вон там душ, вон там мыло и в путь. И человек тогда идет и делает. И вы знаете, вдруг оказывается, вот эта следующая часть, которую опять-таки помогает осознать разум, что когда ты начинаешь двигаться, когда ты начинаешь делать, когда ты идешь в душ, брешь мыло, намыливаешься, да? Блин, а от этого получаешь кайф. Простые действия, простые действия, простые практики, когда вдруг открывается искренность внутри. И смотрите, как меняются семьи. Я не буду сейчас цитировать, вы можете почитать на сайте pup.by, там много сейчас вот этих писем, именно открытых, когда мамы пишут, как изменилась их жизнь, как изменились отношения, как вернулся секс, как вернулись отношения до свадьбы, как вернуло счастье в дом, как они начали видеть себя, смотреть в глаза друг к другу. Вот это вот любовь, искра, нежность, чувства. Когда чувства возвращаются, это другая жизнь по сравнению с этими роботами и автоматами, которые сделаете за меня, я буду в говне сидеть. Ребят, но это же совсем разные полюса. Да, там, это совсем, это как живая жизнь и мертвая жизнь. Это вот так. Мертвая жизнь, это жизнь, это автомат. Да, зачем? Поживая жизнь. Зачем жили? Зачем жили? Чтобы есть, спать, пукать, какать, и все? И выполнять определенные действия, которые скажет хозяин, которого вынес сам из себя. Да. И играешь с ним. И играешься в то, что, а я не несу ответственность за свою жизнь никак, я тупой робот-автомат, потому что здесь ничего не осталось, потому что здесь я заполнен коллективными программами. Так именно в коллективном содержатся программы старения, боления, умирания и так далее. Но вот ты их и несешь с собой. Тогда нечего пенять, что ты болеешь, что ты немощен, что ты, что ты, что ты. И вот здесь очень важный момент осознания вот этого пункта внутри себя. Это именно приходит как озарение, когда ты вдруг замечаешь, что именно твое сознание создает реальность. Именно твое сознание создает твое физическое тело. И тогда можно работать практиками это надо работать из состояния счастья, из заявки на счастье или 7 дней из глубины, поделать эти практики, когда вы осознанно создаете свое здоровое тело, когда вы осознанно создаете своего ребенка здоровым, осознанно меняете свои реакции и видите, как они отражаются на вашей семье, на вашем быту, на ваших детях и так далее. И вы знаете, вот тут начинается трэш. Это оказывается такое увлекательное путешествие в себя, потому что вот этот момент, когда осознаешь, так, я в себе вот здесь переключил, у меня ушла, например, обида или у меня ушло раздражение, и так, фух, и напряжение снаружи спало, и тут видишь, что к тебе пошло притяжение, тебе люди, то есть тот момент, когда спадает напряжение, которое играет в игру сопротивления, да, тут же так раз и к тебе потянулись люди притяжения, и вдруг раз, 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 вопросы решились, и вдруг волшебство случилось, и ты так хобана, так этот мир волшебный, он вот так отреагировал на вот это мое изменение, а что же будет, если я вот эту вот херню в себе поправлю, и вот тут, и тогда начинается увлекательное познание себя, и это, это такой кайф. Это не с выносом ответственности, а именно, когда ты все смотришь с позиции себя, это такой кайф, это действительно игрушка становится, ну такая красивая, ты просто создаешь свою игру, свою жизнь. А теперь прочувствуйте, вот когда ты осознаешь это в теле, и имеешь какое-то я, которое ты считаешь выделенным я, да, отделенным я, а теперь прикиньте, как бог прется, который вот состоит из этих вот я, когда он себя осознает в каждом я, и когда он допирает, что это он играет сам с собой вот так, да, и вот сам к себе вот так двигается навстречу. Это следующий уровень кайфа. И на самом деле круче этой игры в жизнь ничего нету, это рай. Мы в раю, мы в раю, и мы играем. Сами создаем ад, а мы в раю. И мы можем играть в рай, а можем играть в ад. И та мама, у которой родился больной ребенок, есть больной, или родился больной, или, ну, по каким-то причинам стал больным, на самом деле это мама, которая, если она начнет рассматривать, смотреть на жизнь вот именно с позиции себя, то у нее возникнет огромная благодарность этому ребенку, искренняя просто благодарность своему ребенку, потому что именно этот ребенок, он не дает маме уйти дальше еще в игру, уйти в свою ложь закопаться, он ее, он держит ее возле себя, держит, посмотри на себя, он ей говорит, посмотри на себя настоящую, очнись, очнись, начни развиваться, начни смотреть на жизнь с позиции себя, не уходи, ты ушла далеко, настолько далеко, что ты можешь просто исчезнуть, заблудиться, вернись, этот вот ребенок, это на самом деле это такое сокровище для такой, для той мамы, для тех родителей, у которых есть, я не говорю сейчас о том, что это счастье, это, конечно, естественно, это тяжелое, когда ребенок твой больной, но при этом этому ребенку огромная благодарность за то, что ты благодаря этому ребенку видишь, что ты запутался настолько, что тебе надо очнуться и начать работать с собой, и начать вот этот мир, который ты сейчас видишь, в котором ты сейчас живешь, я мир имею в виду семью свою, в этом мире найти, осознать, создать любовь и счастье вот в этом мире, и тогда ты вернешься к себе, и тогда у тебя вся жизнь совершенно изменится, ты начнешь видеть все по-другому, и ты действительно начнешь развиваться, у тебя жизнь повернется в другую сторону, вот как-то так. А знаешь, вот ты говорила, и кстати, здесь как раз этот вопрос у нас в чате у мам висит, у нас сегодня офигенный чат, я просто балдею, не могу сегодня читать, и понимаю, девчонки, какие вы молодцы, вот я вам вообще, даже вдруг арник говорю, юху, вы такие классные, вот реально, я вижу, как поправляются ваши дети, я вижу уже тех мам, у кого дети здоровые, они продолжают работать, заметьте, они не уходят из чата, они молодцы, они работают, если раньше люди говорили, вот мой ребенок поправился, я не хочу видеть в своем зеркале больные отражения, я ухожу, а знаете, это тоже ложь самому себе, это ложь, это ложь, потому что мы меняемся каждый день, и если в нашем опыте, вот мы же с Ириной уже тысячи больных детей видели, больных взрослых видели, и если бы каждый говорил, так это вы такие же больные, и мы бы принимали это на веру и говорили, ну да, мы такие же больные, мы, наверное, такие же больные, потому что нам это интересно, нами двигает интерес узнать, как это устроено, как это работает, откуда взялось это заболевание, и это искренне, взялось это заболевание, и каждый раз, проживая историю внутри человека, эта история для нас является уже нашим жизненным опытом, нам не надо проживать потом больную жизнь, нам не надо проживать страдальческую жизнь, когда мы вынесли уже этот опыт, и замечу, вот мы на последнем курсе, сейчас который идет «Деньги из глубины», мы и даем людям прожить состояние, там вот работают, группа там, сейчас у нас сколько, наверное, человек 20, да, и вся группа, она сразу идет в отработку, то есть каждый человек, с каждым работаем, и каждый работает, и видит вот эту проблему, достает, осознает ее, и проживает ее, и использует этот ресурс, так как он идет через его тело, и вот этот момент, когда вся группа является единым сознанием, и осознает, что это единое сознание, которое сейчас обменивается опытом, и получает знания, и один человек прожил, а все получили знания и опыт, да, потому что у всех завершается вот та или иная проблемная история, и получается вот в таком формате, в таком формате работа, она дает вариант прожить, и потом не проживать это в жизни, не проживать это в жизни, и не нести болезни, не нести там какие-то недостаточности, убытки, там вот если тему денег брать, или там бизнеса, и так далее, не нести с собой по жизни, зачем это, вот эти программы, они просто отработки, все это закрывается, и закрывается у всех, и интересные такие моменты, как подмены в социуме, чтобы человек вот так не поступал, а оставался в своем развитии, как ум закрылся от разума. Он говорит, ты видишь свое зеркало, и в своем зеркале ты видишь только себя. И если я здесь пришла, то вы, видя во мне вот такую, значит, вы такие же. И нет учета того, что у человека уже есть этот опыт, и если у вас есть этот опыт, если вы знаете, что это собака, а это ковер, а это микрофон, а это еще что-то, то вы, соответственно, вы уже это идентифицировали, вы это знаете. У вас работает ум, и у вас работает разум, да? И вы можете с этим работать, у вас это есть в багаже. Но если вы не знаете, что это собака, вы будете говорить, ой, зеркало мне отразило, мне надо узнать, что это за животное, мне надо посмотреть, есть ли у него зубки, есть ли у него глазки, есть ли у него еще что-то. И вы начинаете это исследовать и изучать. Соответственно, проживать на своем жизненном опыте. Так вот, не всегда надо проживать все на своем жизненном опыте. И если вы будете стоять на концепции эзотерической, что чистое зеркало отражений, не идя дальше, не извлекая из этого опыт и осознание, то вы просто останавливаетесь, зависаете, и получается циклическая ошибка. И если вы, например, работаете с деньгами, то у вас циклически они будут отсутствовать. Если вы работаете, запросили опыт на проживание в отношениях, там нету, например, у женщины-мужчины или у мужчины-женщины, и вы будете проживать, что они будут залетными в вашей жизни. А ты, а ты, а ты, а ты, а ты. Вот такие перебросы, да? Переброски, да. И это детская игра такая, и она тупая игра, да? А можно просто осознать, завершить, и сразу вам подойти. И когда ты разумен, ты не играешь в тупые игры. И не с позиции той, что если тебе человек что-то сказал, подсветил, а ты ему, так это в тебе есть. Всё, сразу эта позиция, а ты, а ты. А когда ты просто всё сразу к себе, ты не думаешь, тут важен ты, ты важен. Зачем мне сейчас зеркало это показывает? Вот, вот что суть в этом, а не суть, чтобы перебросить на кого-то. Это ты, это ты такой, и пошёл дальше. Ну иди дальше, ты будешь опять проживать. Тебе сказали, что ты обкакался, а ты говоришь, нет, это ты обкакался. И пошёл дальше со своей кучей в штанах. Биться лбом. Да, биться лбом. То есть вот это, вот это об этом. Есть разумный подход, есть программа ума, она именно даёт вот это наблюдение и осознанное извлечение, логическую обработку. И вот проживание, и ты сразу это отправляешь в свой опыт. А мы, например, мы очень-очень много опытов наблюдаем, проживаем, реально проживаем на уровне чувства. Я много плачу. И вчера вообще зарыдалась за этот курс, блин. И при этом, понимаете, нам интересно, как работает психика, как работают механизмы, что, зачем переключается. Нам это искренне интересно. Искренне интересно, потому что это глубины человека. Ты понимаешь, вот здесь прошло такое движение в психике, значит, оно отразится вот так. И тогда человек проявится вот так. Да, нам искренне интересно. И при этом мы видим, уже мы видим глубину, само ядро у человека, да, и ядро, показав человеку, человеку больно. Мы это осознаём, что ему больно, да, осознаём. Но его не показав, это ядро из глубины, у человека будет долгий путь. Но при этом есть люди, которые отказываются от этой боли, от этого ядра. И они действительно будут идти в долгом пути к самому себе прорабатывать. А есть люди, которые, да, больно, заболело. Он обратил на... Показали ему боль, ему стало больно. Он обратил на неё внимание, он конкретно работает с этой болью. Именно с той сутью, которая создала ему вот эту вот болезненную ситуацию в жизни. Вот эти люди, они просто невероятно. Они очень быстро продвигаются. Просто очень. Они действительно и вылечиваются очень быстро. Кстати, вот опять-таки из чата мам у нас появились сейчас новые мамы, вот буквально, с которыми мы работали конец июля, начало августа. А у них у детей феноменальные результаты. То есть даже в самом чате выстреливают мамы. То есть это те мамы, которых сперва заставили работать. А потом они уже пришли на консультации. И у них изначально они шли с готовностью, что им будет больно, и они пойдут. И они прожили эту боль, и они пошли. Они не приняли эту боль с той позиции, это вы ерунду говорите, это там ваше или там чушь. Они не с этой, они молодцы. Они эту... Они приняли. Пусть даже больно где-то стало, но они приняли и посмотрели на это со своей стороны. Именно со своей. И не перекидывая. У них, конечно, будет результат. Конечно, будут результаты. И потому что это проживается. Это осознается. И более того, мы, например, сейчас для того, чтобы... Мы все время ищем варианты, как помочь двигаться нашим ученикам, стажерам, тем, кто действительно искренне идет по этому пути, вовнутрь себя, как идти быстрее. То есть вот мы когда-то, когда начали инфодайинг, у нас же не было других возможностей. Мы просто тупо брали, делали консультации, рисковали. И все-все записывали. Писали много книг. Сегодня мы приходим и вот из глубины показываем, что на самом деле, если ты находишься вот в этих глубинных восприятиях, то психотехническая база в своем большинстве не нужна, если тебе надо просто взять информацию. Но если тебе надо работать с человеком, то тебе нужна все знания, все, которые были, потому что с каждым куском психики там надо своя психотехническая база. С каждой частью выделить, с каждой проблемой ведется по-разному работа. И когда вот это уже осознаешь из глубины, ты понимаешь, мы проделали тысячи консультаций. Вот как помочь пройти тем же стажерам и ученикам вот те же тысячи консультаций? Ведь у них нету столько заказов. Даже вот сегодня наша платформа делает, либо они закапываются, если бесплатно, но тогда они обесценивают себя. А как только начинается сразу высокая цена, чтобы человек осознал ценность себя, количество консультаций падает, и у человека недостаточно работы. И вот эти качели качаются, и как помочь человеку пройти? А ведь ему все равно надо делать вот эти отражения видеть. И мы вот в этом полугодии ввели новый формат. Вот сейчас первый раз мы его ведем. Почему и группу такую? Группы будут не превышать 20 человек, даже, наверное, меньше, потому что... 15, да. Потому что в противном случае нам крайне сложно вести группу, просто феноменально сложно, потому что в этом формате надо, чтобы все вошли в глубинное состояние, и там с восприятия проживали. Получается, не получается, проживали, 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 тренировались. И самое главное, что вы носили опыт всех. Именно вся группа, именно работаем с одним, вся группа получает опыт и знания. То есть... Со следующим вся группа. Вся группа, следующим вся группа. И получается, что... И это причем с тех восприятий, когда это действительно разумом обрабатывается, осознается, и сразу вот эти истории, которые есть у самого аналогичные, ведь не просто так вот именно эта группа собралась вместе, да. Это значит, что здесь зеркала работают. И тогда это все завершается, и тогда есть опыт осознавания, и тогда идет очень быстрое движение вперед. И мы, когда вот эти вещи начали осознавать, мы понимаем, что мы через такой вид тренингов можем помочь стажерам и ученикам двигаться быстрее. То есть тем людям, которые действительно пришли в инфодайинг, серьезно. Не просто, ой, этот, это хилинг, я здесь быстренько срублю бабла. Ребят, так не пройдет. Жизнь не проживешь, не двигаясь. Вот точно так же и в психике. Когда мы уходим в психику, там, вот правильно Наташа сказала, когда уже в глубину, ты из глубины смотришь, ты можешь быстро увидеть все, но при этом с человеком работая, тоже надо именно действие. Поэтому это те же действия, что мы в жизни совершаем, проживая свою жизнь, точно такие же действия, это наши алгоритмы в психике. Точно такие же, только они в моменте здесь и сейчас, в нашем моменте, когда мы берем человека. И вот когда осознаешь все эти принципы работы, осознаешь все, ты понимаешь, что программа ума, та программа, с которой мы начинали, она не отключается ни во внешнем мире, ни во внутреннем мире, но у нее меняется задача, с которой она работает. Если во внешнем мире у нее задача вовлечь в игру, чтобы ты там как такая тупая курочка рябкая побежала, клю-клю-клю носиком клевать, то во внутреннем мире это дешифрация информации, это включение канала осознавания, это логическая обработка, это включение и подкачка озарений, дешифрация информации на озарение, это обмен информацией сразу мам. То есть и там же, соответственно, доступ ко всем знаниям, через разум идет доступ абсолютно ко всем знаниям, это два поля. И получается, вот когда мы уже выходим в этих глубинах и из этих глубин смотрим, мы программу ума оценим, это реально очень важная программа. Но смотрите, еще тогда один момент замечу, она ценна, она важна, когда есть индивидуальность человека. И только когда человек индивидуальность, когда человек личность, когда он это осознает, он может войти только в эти глубины. Потому что с позиции коллективного, когда человек живет коллективными программами, коллективными установками, коллективными-коллективными, человек не может, не имеет доступа вот в эти состояния сознания, и он не может войти, потому что нет у него себя. Он не может войти в себя, потому что нет себя. Банально, да? парадокс и с позиции коллективного попасть сюда невозможно а теперь смотрите тогда как может развиваться инфодайв в коллективном по парадоксу если он только про индивидуальное а знаете как тут решение просто было банально простое мы мы опять были в восторге от парадокса когда мы вышли в индивидуальные слои на глубине в зазеркалье мы вдруг осознали индивидуальный слой человека индивидуальность человека это огромный световой диск огромный он полностью создает всю реальность космос а коллективная точечка маленькая точечка лужица такая лужица которая содержит информацию и которая существует только благодаря этому индивидуальному но при этом это индивидуальная настолько глубоко заснула и отказалась от себя что в реальности при переотражении она сделала эту точку огромной важной а себя сделала маленькой точечкой представляете в переотражении какая подмена произошла и в доказательство сказанному вот возьмите любую эзотерическую психотехническую базу эзотерические всем в объективном реально в объективной реальности в коллективном этом восприятии находится эгрегор это такие огромные структуры они такие важны у них там куча сознания то у тебя энергии не хватит чтобы в этот эгрегор войти муравей на ногте сознание человек если ты заходишь в глубину и в зазеркале вот так работает поле парадокса вот так работает поле парадокса господа и соответственно то что вы здесь и сейчас считаете сложным неизлечимым невозможным туду туду дуду 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 лойдите в глубину и вы увидите простые надежные решения только надо встать с дивана и начать двигаться и они начнут проявляться и реализовываться и вы увидите сто лет назад люди не мечтали о телевидении о камерах о стримах, о ютубах и так далее. Сегодня это всё есть. Потому что человеческое сознание развивается. Но 20% человечества везут на себе 80 роботов-автоматов. Мы всё-таки за то, чтобы люди просыпались и становились осознанными. Кстати, из этих 20% всего 1-2% осознаются только. Но при этом, слава богу, что хотя бы везут цивилизацию хоть куда-то. Это к вопросу о цивилизации. Почему мы о ней не говорим? Что и как не играем в эти цивилизационные игры? Что хотите, то создайте. Что вы создаёте, в то вы и играете. На самом деле, между прочим, вот этот первый вопрос, с которого началась наша Дуркарни, про Землю, на самом деле, это выход именно из себя туда. В открытый космос. А не находиться здесь. Потому что на самом деле, вот вы сейчас кто-то, ну вообще просто все даже, задумайтесь, вот этот вопрос, насколько он для вас важен? Круглая Земля? Или квадратная? Или плоская? Вот насколько в моменте здесь и сейчас это важно. На самом деле, это опять-таки просто вынос себя туда, а дома никого нет, не осталось. Чтобы никого не осталось дома. Кстати, насчёт никого нет дома. Вот я честно скажу, у меня бабушка, она была необразованной, ну и малообразованной, но очень мудрой, умудрённой жизненным опытом женщиной. Она говорила, когда никого нет дома, да, это уже всё. Это уже с человеком бесполезно что-то делать. Но бывает так, что не все дома. Значит, ещё кого-то можно вернуть. Ещё кого-то можно там найти. Там просто не все, но дурковатый, да? А на самом деле, вы знаете, мы когда смотрим, как человек выносит всё из себя, выносит ответственность, выносит свои обязательства, выносит свой опыт, свою реализацию, свои отношения, всё, всё вовне, а дома никого нет. А ещё сюда вместо себя можно посадить чучело, которое играет какую-то театральную роль. Причём оно зачастую напыщенное, надутое, эго-раздутое. Я такой важный, я же работаю на такой фирме. И вот получается, вот как этот вот, когда-то на самоваре такую бабу садили, да? И вот получается, вот эта баба на самоваре, игрушка пустая, а больше никого нет дома. И вот так люди и живут. И вот когда это видишь из глубины, понимаешь, там пусто, там чуть-чуть осталось, там всё, там бесполезно. Иногда бывает грустно. Можно сказать, что мы сейчас обижаем, да, или там, ну, говорим так, неприятные вещи. Можно так сказать. А вы просто, прежде чем сказать это, просто подумайте, вот просто углубьтесь и почувствуйте то, о чём мы говорим, никого нет дома, или не все дома. На самом деле, и вы нас туда. И вы почувствуете, что вот это действительно, это совершенно не про обиды или про там, как это там, на нас сказать, что мы хотим кого-то обидеть. Просто вот почувствуйте саму суть. Ведь действительно здесь есть разум. Разумное. Просто разумно подойдите и задумайтесь, на кого вынесена ответственность за вашу жизнь у вас. На кого вынесена ответственность за ваши доходы у вас. За вашу реализацию у вас. За ваших детей у вас. За себя у вас. Вот как вы живёте, вот эта часть. Это самая-самая приближённая часть. Посмотрите, в какие игры вы играете. Играете ли вы во взаимоотношения ваших детей? Или лезете в жизнь мужа? Или лезете в жизнь родственников? Или в чью игру вы играете? Вы играете в свою игру или в чужую игру? У 100% обратившихся к нам с заболеваниями чужая игра. У 100%. Потому что начинаешь смотреть, вот у этой проблемы с горлом. Почему? Потому что она слишком много говорила и лезла в чужую жизнь. И ей просто перекрыло, чтобы она не могла вмешиваться и не могла лезть. Потому что она не слышала себя. Ей ещё и уши перекрыло. И так далее. И таких примеров, вот мне просто первый попавшийся в голову пришёл, таких много. А если брать тяжёлые заболевания, онкологические заболевания, аутоиммунные заболевания, которые наука не раскладывает, а в основе аутоиммунных заболеваний, когда мать съедает своего ребёнка, в силу того, что она не имеет себя, вообще от неё ничего нет. И надо заполнить хоть чем-то, и она из него выдёргивает эту жизнь. Ну, так, ребят, это вообще не про человеческие взаимоотношения. Но это из глубины, это настолько видно, и когда ты вот эти вещи начинаешь перекрывать, люди начинают поправляться. Медленно, но верно. И тогда вот эти вопросы становятся актуальны. Посмотрите, как вы живёте, где разумность. Посмотрите, в чьи игры вы играете. Вот просто возьмите календарь, посмотрите праздники ваши. Да, вам всё, вот нам всё разметили, по дням прям расписали. Ну, даже когда расписано. Здесь можно пить, здесь не можно пить. Даже когда расписано, можно пить, а зачем пить? А потом моему подсознанию стыдно за то, что я пью, и мне надо компенсировать это ребёнком-эпилептиком. Зачем? Хотя я же не алкоголичка, ничего, но я сама себя так наказываю. Или же, вот в эти дни можно дарить цветы, а в эти нет. Ну, тоже. Да. Цветы женщине на 8 марта. А где вы? Где вы, да. Либо посмотрите, вот этот цирк, который имеется в вашей жизни с ряжеными. Я называю вещи своими именами. Вы видите, когда мужики наряжаются в женские одежды, поют непонятные песни, проводят непонятные обряды и так далее. Машут непонятными предметами, воняют непонятными вонючками и так далее. Это о разуме. Просто когда человек начинает об этих всех вещах задумываться, то из глубин психики оказывается, что каждое такое проявление имеет очень чёткий зацеп в психике, и оно не существует просто так. Оно существует зачем-то. И вот это зачем, как правило, ограничивающее, сдерживающее и крайне деструктивное, потому что оно не пропускает свет. Потому что нет человека. А в человеке свет. А человек всё вынес и сказал, меня нету дома, заполняйте мой дом чем хотите. Мой храм, в мой храм можете гадить. И я всё приму. И я всё приму, я уже на всё согласен. Да, потому что я там. Меня здесь нету. И точно так же можно сказать, хорошо вот так говорить, а когда я на работе нахожусь, у меня есть там ограничения, ну то есть там директора, там или кто-то, кто надо мной. Как мне быть? Вот как я же ведь завишу? Вот так вот это и слово есть. Я завишу. Потому что вы всё выносите тогда, всё ответ... Вы, придя на работу, вы вынесли всю ответственность на фирму, на директоров, там, где вы работаете. А всё почему? Потому что вынесли себя, из себя ответственность. Опять-таки поговорим о лени. О лени, о лжи себе. И о том, как программа ума увлекает в чужую игру. Чужую игру. Хотите быть здоровым? Вернитесь к себе. Начните реализовываться, начните проявляться, начните осознанно, из любви, из благодарности выстраивать отношения. Начинайте с любви и благодарности, с искренности и открытости общаться со своими детьми, мужьями, создавать вот ту среду, в которой вы обитаете. Наполните среду вашего обитания, благодарностью. И искренностью. И искренностью. Чувствами, открытыми чувствами. Не теми чувствами, которые заблокированы, ограничены уом и коллективными программами. Нет, от себя. Вот именно вот этим наполните собой этот свой мир. Открытым собой и мир у вас, уверяем на 100%, будет открыт для вас. И мир открывается, и вы становитесь счастливыми, здоровыми, успешными и так далее. И тогда в семьи возвращается любовь. И тогда возвращается счастье на те земли, где вы живете. А я знаю, что нас смотрят сейчас абсолютно все континенты. И даже островные государства. То есть на сегодняшний день у нас среди тех, кто занимается инфодайингом, уже есть все континенты до одного. Наверное, я не знаю, Арктика, Антарктида, это континенты или нет? Да, наверное. Один, наверное, континент, а один куча льда. Ну что, да. Ну, я уже не помню географию. Наверное, не шесть, а пять континентов у нас сейчас, где наши, да, почитатели. И где те, кто занимается инфодайингом и куча островов. И это приятно. Я понимаю, что весь земной шар сегодня просыпается. Люди возвращаются к себе искренним, открытым. И пускай здоровье возвращается через здоровье детей. В семьи пускай просыпаются, сперва выходят через аутизм. Ну, пускай через аутизм. Кто-то через другие заболевания. И пускай через них. Кто-то осознанно приходит и говорит, у меня нет заболеваний, но я хочу проснуться. Я просто хочу быть счастливым. Начинает читать книги, начинает осознавать, что, блин, но на самом же деле мы не пишем глупостей. Мы пишем самые простые вещи. И всю психику писали самыми простыми словами и образами. А человек, как правило, именно от того, что прямо у него перед носом он отказывается. Он считает это, он обесценивает именно это. И счастье возвращается в дом. Счастье возвращается, семьи возвращаются. И тогда, когда осознаешь все это, не надо бежать от одного мужа к другому, к третьему, или от одной жены ко второй, к третьей. Просто не надо, потому что у тебя счастье здесь. Ты не бежишь где-то. Этот плохой пошла к другому, этот плохой пошла к другому. Ты просто понимаешь, вот оно счастье, вот оно, и ты живешь в своем счастье. И просто твою жизнь не профукиваешь на действительно вообще, как это правильно сказать, ну не профукиваешь жизнь, пускай быть так. А жизнь действительно проживаешь красиво, интересно. И счастье. И счастье. И в наших книгах мы просто подсвечиваем это все. Но, кстати, начиная с книги «Коллективное, бессознательное» и дальше книги уже имеют более научный формат. То есть, если вначале они вообще идут как Гарри Поттер, когда мы путешествуем по глубинам психики. Мы ведь тоже развивались. Да. И по слоям, там действительно слои как цивилизации были, и у нас в психике прописаны отражения этих цивилизаций в психике. Там это все находит место, это все в надсознании есть. А когда идешь дальше, глубже, 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 то осознаешь действительно глубокие философские вопросы всплывают, научные подходы всплывают. Я, например, сегодня осознаю, что если к науке приложить подходы инфодайинга, то будет глобальный рывок в развитии квантовой физики, астрохимии, обязательно все, что связано с медициной, с психологией, с психикой, все получит развитие. Со спортом, с физическим телом все, что связано получит развитие. Это как переход. Переход в другую совершенную игру. Потому что все прописано в сознании человека, абсолютно все. И мы в книге «Коллективное бессознательное» и в книге «Инфодайнинг знания» мы конкретно расписали структуру психики. Мы более того, расписали, как идет обмен информацией, сжатие, разжатие, перепрограммирование. Вот эти все вещи, они просто даже, мы вот точно так же сейчас формулы расписываем. Это уже следующая книга, это в глубине будет еще. На формулах на самом деле ты видишь доказательства, как мы говорим, теорема доказана. То есть, когда начинаешь все эти вещи расписывать подробно и показывать, как это работает, то, ну это просто так работает, ребята. С этим можно соглашаться, можно не соглашаться, но уже от этого, когда это издано, опубликовано, и это было, у человечества уже от этого отказаться нельзя. Так или иначе, если сегодня есть сопротивление, есть нежелание, но это точно так же, как 150 лет назад было, замучили бедного ученого за то, что он заставил студентов мыть руки, да, когда они шли после трупов принимать роды, после препарирования трупов. И тогда смеялись и говорили, что он чушь говорит, и его залечили в психушке электрическим током. Посмотрите, всего 150 лет назад, прошло 150 лет назад, 150 лет, сегодня уже и руки моют, и не только руки, да, к гигиене совсем другое отношение. Точно так же будет и с инфодайвингом. Просто есть фазы готовности воспринимать эту информацию, есть фазы готовности выйти из игры лжи. Потому что очень много лжи, очень много запутанного, надутого на пустоте, много иллюзий. Вы посмотрите, как раздуваются компании, просто как надувают юрки, надувают под любыми предлогами их стоимости и так далее, а потом этот пузырь лопается и всё, и человек теряет деньги, теряет жизнь и теряет всё остальное. Это глупо, это игры лжи, а их можно выстроить из искренности и из света. И тогда игра будет другая. Да, 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 да. Инфодайвинг на самом деле то, чем мы занимаемся, он приводит к тому максимально мы все, знаете, как сжали все знания, именно суть, взяв оттуда суть, собрав и вот осознаешь себя, осознаешь вообще суть игры, осознаешь суть жизни. И уже вот с этими знаниями идешь в новую жизнь. Это вот так инфодайвинг с моей точки зрения. И это новое ты вносишь в науку, у тебя есть открытие, у тебя эти изобретения, у тебя есть другие ресурсы, другие взгляды, другие подходы, и ты все время окрыленный, ты все время на крыльях счастья, потому что тебе жизнь в радость. И тогда нет места таким заболеваниям, как депрессии и так далее. Это все ложь и обман. Ты свободен от своей собственной лжи. Да. Ты освобождаешься, ты не тянешь за собой этот груз, который тебя... Тебе можно быть самим собой. И это круто. Спасибо, что сегодня были с нами. Присылайте вопросы, с удовольствием ответим на них и выберем интересные темы для следующей Другкарни. Другкарни. Спасибо.